Доброго утра всем, кто начинает этот новый день. Вместе с нами в эфире «Утренний кофе» и моего ведущая Ольга Яковенко. И Дмитрий Доброхотов. Сегодня мы, как всегда, посмотрим мультфильм, выясним, что из себя представляет спортивное питание. Узнаем немного больше о растениях, разыграем новые призы и, конечно же, отлично проведем ближайший час вместе. Мы постараемся зарядить вас бодростью и отличным настроением на весь день. Ну что, доброго утра! Все проснулись и готовы встречать новый день. Надеюсь, все в бодром, приподнятом настроении. Ведь то, как пройдет наш день, отчасти зависит и от того, как мы выспались и в хорошем ли духе проснулись. Каждый из нас иногда просыпается и чувствует себя разбитым и вялым. И мы никак не можем понять причину, ведь легли вроде вовремя. А обращали ли вы внимание на свою подушку, а на одеяло? Может, пора заменить их? Ведь сегодня можно подобрать подушку и одеяло, учитывая особенности каждого человека. Как правильно выбрать то, что подходит именно вам? Давайте узнаем вместе из нашего следующего сюжета. Одеяло убежало, улетела простыня. Речь идет не о произведении Чуковского, а о том, как же правильно выбрать одеяло, чтобы нам было комфортно во время сна. Для начала стоит определиться, какое именно нам нужно. Итак, начнем с зимних одеял. Но и они бывают разными – пуховыми, ватными, шерстяными, шелковыми и силиконовыми. Последние же являются антиаллергенными и отличаются своей демократичной ценой. Ну а чтобы не ошибиться при выборе одеял, стоит учесть следующее. Нужно в первую очередь смотреть на этикетки одеял, там указывается вес одеял. Соответственно, мы можем определить по весу, если в большую сторону указан вес, значит это более теплое одеяло. Так и визуально. Чем больше вес указан на этикетке, соответственно, визуально он тоже кажется пухлее. При покупке старайтесь обращать внимание и на прошивку одеял. Она может быть ромбовидной, прямоугольной, круговой, но самое главное, чем чаще она повторяется, тем дольше прослужит одеяло. Однако, если вы хотите выбрать натуральное шерстяное одеяло, то стоит обратить внимание и на запах. Некоторые шерстяные одеяла производитель не использует обработку химическими средствами, соответственно, остается натуральный запах шерсти животного. То есть, соответственно, шерсть можно определить на запах и на ощупь. Шерстяные одеяла, они более плотные, чем силиконовые. Соответственно, если мы потрогаем силиконовое одеяло, оно будет более мягкое и более легкое. Шерстяные более плотные и тяжелые. К выбору детских одеял нужно подойти еще более серьезно, ведь для своего малыша всегда хочется все самое лучшее. Но, к сожалению, натуральные одеяла могут повысить риск возникновения аллергии. Поэтому в основном выбирают силиконовые или из искусственной шерсти. Пора теплых одеял прошла, за окном уже весна, и столбик термометра с уверенностью ползет вверх. На совсем летние пледы и покрывало переходить еще рано, а зимними укрываться уже слишком жарко. Здесь как раз, кстати, будут межсезонные одеяла и пледы. Есть также виды, которые являются межсезонными. Это новые для нас виды, для нашего региона. Это шелк и бамбук. Они очень легкие, мягкие и регулируют температуру. Они хорошо дышат. Пледы из натуральных материалов не всем подходят, причем не только аллергикам. Они могут оказаться не очень приятными на ощупь. Поэтому некоторые производители добавляют в изделие акрил, чтобы избежать этого недостатка. С выбором одеял разобрались. Но как за ними ухаживать? Безусловно, межсезонные одеяла можно стирать и в домашних условиях при определенной температуре. А как быть с зимними? Насчет стирки одеял есть свои правила. То есть, как правило, пуховое одеяло мы не можем стирать дома. Их необходимо относить в химчистку, поскольку там более правильно смогут обработать его. И наш одеяло останется в первозданном виде. Насчет шерстяных одеял некоторые производители указывают, что есть возможность стирать их дома. Это ручная или машинная стирка на невысокой температуре с минимальным отжимом. Но также их тоже можно относить в химчистку. И насчет одеял из силикона их, конечно, можно стирать дома. Этим они более удобны. Главное тоже продерживаться низких температур и минимально использовать моющие средства. Поэтому, если правильно подобрать одеяло, оно не только прослужит вам не один год, но и будет удобным, мягким и комфортным. Дни становятся все теплее, и наконец-то весна все же пришла к нам. А совсем скоро все начнут снимать куртки, девушки станут одевать юбки покороче, а парни футболки с коротким рукавом. И, как всегда, многие только сейчас стали задумываться о походах в спортзал. А вот некоторые позаботились о своей фигуре заранее. И тут очень важно обратить внимание не только на тренажеры, но и на нагрузку, а также на питание. И на то, чем вы питаетесь. Хватает ли вам всех витаминов и нужных веществ для мышечного тонуса? А если нет, то, возможно, надо попробовать спортивное питание. Что же такое спортивное питание? Его плюсы и минусы? Как оно влияет на наш организм? Ответы на эти вопросы узнаем в нашем следующем сюжете. Здоровые и сильные парни с большими мышцами часто привлекают восхищенные взгляды девушек. Но многие молодые люди, видимо, завидуя им, говорят, что здесь не обошлось без химии, спортивного питания. И в будущем эти качки столкнутся со множеством проблем, связанных со здоровьем. Такое ошибочное мнение можно услышать о том, что и так присутствует в нашем организме. Так что же такое протеин, креатин, аминокислоты, гейнер, одним словом, спортивное питание? Если говорить о спортивном питании, то сразу нужно отметить несколько факторов. Это спортивное питание делится на белок, то бишь протеин, гейнеры. Это белково-углеводная смесь, креатин, витамины, дотренировочные и посттренировочные смеси. Также идут для помощи для суставов, сухожилий. И с помощью своего организма так же. Организм справлялся с нагрузками. Зачастую складывается ложное мнение о добавках. Так как протеин, креатин, гейнер – это все английские слова, и многие даже не знают, что они обозначают. Например, протеин в переводе на русский язык – обычный белок. То есть спортивное питание – это концентрат. Концентрат белка – протеин, концентрат белка и углевода – гейнер. А креатин и аминокислоты – это строительный материал для наших мышц. Просто порой нам не хватает этих естественных составляющих нашего организма. Тогда вот на помощь и приходит спортивное питание. Не стоит идти на поводу стереотипов о спортивном питании и путать пищевые добавки с анаболическими препаратами. Дело в том, что сложился уже такой стереотип, не знаю, у наших советских людей, бывших советских людей, честно говоря, людей, живущих на постсоветском пространстве, что пищевые добавки – это вред. Их приравнивают к анаболическим, к запрещенным препаратам и все это. Дело в том, что когда компании производят спортивное питание, в основном компании находятся на территории США и Европы. Там идет очень большой контроль за этим. Прямо созданы отдельные организации, примем здравие. Стоит отметить, что в западных странах, например, в Америке, родители не против того, что дети еще в школе, занимаясь спортом, принимают протеин и креатин, который можно приобрести в обыкновенном супермаркете. Результаты американских спортсменов говорят сами за себя. На последней Олимпиаде американская сборная победила в общекомандном медальном зачете. Спортивные добавки нужны тем, кто занимается в тренажерном зале. Но есть определенные нормы, когда стоит начинать принимать протеин, креатин и гейнер. Пищевые добавки принято употреблять с 16 лет, но при этом человек должен быть готов физически к приему этих добавок. То есть, если это занятие идет в тренажерном зале, то существуют три упражнения, которые он должен перешагнуть в вес собственного веса. То есть нагрузка должна быть больше, чем собственный вес. Это жим от груди, становая тяга и приседания. Спортивное питание важно для человека, занимающегося спортом. Но не думайте, что эта чудесная добавка в раз сделает красивым и сильным. Тут все зависит только от вас. Нельзя пить протеин и лежать на диване и ждать от этого, что у вас вырастут мышцы. Или закинуться жиросжигателями, ждать, пока ваш жир сгорит. Так что, если вы хотите быть здоровым, красивым и сильным, запишитесь в тренажерный зал. Начните бегать по утрам или просто выполняйте простую, но полезную для здоровья физическую зарядку. А спортивное питание позволит оставаться всегда в тонусе и быть бодрым и энергичным. А продолжая эту прекрасную тему мультфильмов, хочется вспомнить еще один сериал, который впервые вышел в эфир 4 марта 1989 года. Так что, по сути, у него сегодня день рождения. Я догадываюсь, о каком сериале ты говоришь. Это, конечно же, Чип и Дейл спешат на помощь. Мне кажется, нет ни одного человека, который бы не любил этих бурундуков. Ну и, конечно, их друзей. Кстати, имя мыши Рокки в оригинале звучит Монтерей Джек. Это название одного из американских сортов полутвердого коровьего сыра. Но так как в Советском Союзе тогда был более известен французский сыр Рокфор, то имя решили, соответственно, изменить. В 2009 году этот мультсериал вошел в сотню лучших анимационных телешоу. Интересные подробности о героях и не только расскажет Мария Пантази в своем сюжете. Чип и Дейл Чип и Дейл Самые большие шалуны, которых когда-либо создавала студия Дисней. Эти милые и очаровательные бурундучки вечно попадают в неприятности. Впервые шустрые зверьки появились в короткометражном мультфильме, в котором разбушевались не на шутку. И вот уже 24 года эти малыши громят все вокруг, но делают это так занимательно, что оторваться от просмотра их приключений просто невозможно. В помощь озорным бурундучкам трое их друзей. Крыса Ракфор, мышка-изобретательница Гайка и муха по имени Вжик. Дружная команда спасателей борется против кота Толстопуза и безумного ученого Мертвого Ниммола. Лидер команды спасателей – отважный Чип. Легковая фетровая шляпа и летняя куртка в стиле Индиана Джонс. Стильный малыш. Этот товарищ читает детективную билетристику и ответственно подходит к каждому новому заданию. А вот Дейл – любитель подурачиться. Этот бурундучок носит красно-желтую гавайскую рубашку и увлекается забавными комиксами. Два верных друга стали главными героями видеоигр и комиксов. Чип и Дейл спешат на помощь в игре-платформере, где игрок оказывается в разных городских местах, может выбирать себе оружие и почувствовать себя настоящим спасателем. Какие только приключения не выпадали на долю отважной команды в 65 сериях. Но им все по плечу. Наверное, именно поэтому им и удалось покорить сердца юных зрителей по всему миру. К слову, в разных странах озорных спасателей величают на свой лад. Оригинальные имена сохранились в США, России, Великобритании и еще нескольких странах. Вот, например, в Германии их зовут Чип и Чап, в Нидерландах – Набель и Бабель. Во Франции бурундучков знают как Тика и Така, а в Испании они – Чип и Чоп. Но как их не зови, своего чарования они не теряют. Чип-чип-чип-чип-чип и Дэл к вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дэл лучше всех. Они всегда спешат туда, где ждет тебя. Там, где они всегда успех. Вторник. Пятое марта. И сегодня звезды советуют встретить утро, не распыляясь по мелочам. Точно определяйтесь планами на будущее и уверенно идите к своей цели, не отвлекаясь на различные посторонние вещи. Также стоит подумать и о своем здоровье. Часто весной нашему организму требуется помощь, и небольшой витаминный курс пойдет только на пользу. Вечером же можно побаловать себя прогулкой на свежем воздухе, ведь дни становятся все теплее, и весна наконец-то позволяет нам вдоволь погулять по вечерним улочкам города. А что же астрологи советуют каждому знаку Зодиакова отдельности, давайте узнаем из нашего ежедневного гороскопа. Овнам звезды советуют настроиться на позитивный лад. Этот день может быть удачным, но для того, чтобы направить развитие событий в нужное русло, придется приложить усилия. В этот день хорошо отправляться в деловые поездки, проводить переговоры на чужой территории. Тельцы сегодня добьются неплохих результатов, если сосредоточатся на делах, которыми решат заняться, а эмоции оставят в стороне. Сегодня это будет не так-то просто, но других способов добиться своего нет. В течение дня близнецы будут наслаждаться вниманием и заботой окружающих. Все, что требуется от вас сегодня, сохранять в меру хорошее настроение и не мешать желающим решать ваши проблемы. Поначалу вы будете чувствовать себя странно, но к вечеру войдете во вкус. Вопреки обыкновению, раки не пытаются добиться своих целей с помощью открытых действий, предпочитают пользоваться окольными путями. Это приводит к неловким и забавным ситуациям, но в целом оказывается довольно продуктивным. Львам звезды советуют разобраться сегодня в своих желаниях. Пора уже сделать выбор. Прежде чем принимать окончательное решение, еще раз все взвесьте. Сегодня ваша основная задача – сконцентрироваться на главном, а уж о мелочах как-нибудь потом беспокоиться будете. Дев день радует хотя бы тем, что не приносит непреодолимых трудностей и не ставит перед вами сложных вопросов, требующих немедленного ответа. Удается не только завершить старые дела, но и взяться за новые проекты. С тем и другим вы справляетесь блестяще. Весам хотелось бы, чтобы день был насыщен интересными и приятными событиями. Вы напрасно ждете чего-то сногсшибательного и выдающегося. День подходит для домашних дел, ремонта, обустройства жилища. Скорпионы сегодня настойчивы в достижении своих целей, и цели эти от вас никуда не денутся. Скорпионы, чьи интересы лежат в сфере карьеры и профессиональных достижений, смогут гордиться своими успехами. У стрельцов сегодня нейтральный день, подходящий практически для любого дела, лишь бы взялись за него с умом. Можно испробовать какие-то новые методы достижения целей. Они наверняка окажутся интереснее старых. Козерогам необходимо разборчивость в знакомствах. Сегодня к вам то и дело проявляют интерес люди, от которых стоит держаться подальше. Трудно противостоять соблазнам. Многие представители знака, стремясь немедленно получить позитивные эмоции, совершают опрометчивые проступки. У водолеев этот день проходит спокойно, дает возможность восстановить силы и физические, и душевные. Вы сможете завершить работу над старыми проектами, подвести итоги к реализации новых замыслов. Пока лучше не приступать. Едва ли вы сможете сделать все должным образом. Урыб работать будет несколько больше, чем вы ожидали. Возможно, вам придется трудиться сверхурочно, отказавшись от каких-то собственных планов. Что ж, вперед, но помните, что при таком раскладе в один прекрасный момент силы могут вас подвести. Чтобы такого не случилось, лучше отдать предпочтение более спокойному и размеренному образу жизни. Мы продолжаем дарить вам отличное настроение и, конечно же, подарки от нашего спонсора интернет-магазина «Сундук». Сегодня это замечательная рамка для фотографий. И, конечно же, вы знаете способ, как его выиграть. Надо ответить на очередной вопрос нашей утренней викторины. На сегодня вопрос таков. Какого размера и веса достигают цветы тропического растения «Рафлезия». Все, как всегда, просто. Ответ на вопрос спрятан в одном из сюжетов. И если вы будете внимательно смотреть нашу передачу, то без проблем сможете стать победителем. Как только у вас будет готов ответ, отошлите его на электронную почту викторины «Утроконкурссобакаяндекс.ру». И если справитесь с этим быстрее остальных, то именно вы станете обладателем этого прекрасного приза от интернет-магазина «Сундук», адрес которого www.sunduk.com Вот только не забудьте указать в письме ваше имя и как с вами можно связаться. Напоминаю, что с понедельника по среду мы задаем вопросы нашей викторины, а в четверг специальное задание от магазина «Сундук». И если вы справитесь со всеми заданиями, то вас ждет главный приз этой недели. А еще один подарок для вас приготовил Херсонский театр, который приехал к нам в столицу в рамках фестиваля «Искусств Мертишор». Как встречал гостей наш театр, расскажет Ирина Телятникова. Смотрим. Как приятно попасть в творческую среду и общаться с одаренными и талантливыми людьми. И нашей съемочной группе в очередной раз повезло. Мы вместе с актерами государственного театра встречали Херсонский областной академический театр, который приехал в нашу республику впервые. Сегодня состоялась замечательная встреча наших коллег, друзей из Херсонского областного академического театра имени Кулеша. И почему она настолько знаменательна? Потому что наш театр уже не единожды был на их замечательном фестивале «Мельпомена Таврии». И вот сегодня впервые в нашем фестивале они будут принимать участие. Мы безмерно рады и думаем, что наш зритель будет рад видеть их постановку, познакомиться с замечательным творчеством этого театра. И может быть, это будет не первый раз, и эта дорожка будет продолжаться, и дружба будет у нас укрепляться. Эмоции, испытываемые нашими артистами, передались и мне. Я тоже с нетерпением и радостью ожидала встречи и переживала. Такое ощущение, что гости это мои, и приезжают они именно ко мне. Во-первых, мы очень рады, что мы все-таки добрались. Я, например, впервые в Тирасполе, впервые у вас в гостях, хотя очень давно мы дружим театрами, и театр Оранецкая был уже в Херсоне у нас на фестивале на нашем, мы же приехали впервые. Херсонская труппа должна была привезти в Приднестровье спектакль на украинском языке, но поездка оказалась под угрозой, и тем ценнее для наших соотечественников оказался этот приезд. Мы должны были вести спектакль «Тайна летающей женщины», и у нас заболел актер буквально позавчера. Я уже звоню Марии Андреевне и говорю, мы не сможем приехать, вот такая беда, потому что у нас на базе спектакли идут, и началась весна, сезон напряженный, 8 марта, у нас всегда это огромные программы какие-то, куча спектаклей. Она говорит, вы не можете не приехать, вы должны. Собрав худсовет, наши гости все-таки выбрали спектакль, которым они радуют херсонского зрителя, и смогли привезти его к нам на фестиваль. Мы привезли спектакль еще раз про любовь, наверное, это опять же символически, потому что раз у вас праздник Марсишор, раз праздник первого весеннего дня, весны, то, наверное, еще раз про любовь сказать будет не грех. Приехал народный артист Украины Анатолий Степанович Толок, который занял этот спектакль, и заслуженная артистка Украины Валентина Дронова. Символично еще и то, что артисты, привезя спектакль еще раз про любовь, захватили с собой солнышко, весеннюю погоду и праздничное настроение. Но вернемся к премьере. Спектакль этот недавно живет в театре, это премьера буквально вот прошлого года, конца года. Спектакль о чувстве без возраста, я бы сказал так, потому что, ну мы же говорим, что любви все возрасты покорные, но почему-то подразумеваем, что вот как бы можно любить только в молодом возрасте, но оказывается, что и в серьезном, зрелом возрасте тоже люди подвержены определенным чувствам. Эмоции поутихли, и как-то незаметно все перешли к обсуждению такой близкой и такой общей для всех темы – театр. Ведь знакомые артисты уже очень давно. Я очень надеюсь, что жителям Терраспоя понравится наш спектакль, и мы встретимся еще, будем приезжать к вам на гастроли, а вам желаем удачи, процветания, чтобы праздник весны был у вас всегда в душе. И никакие границы ни почем, это лишь физические неудобства, ведь искусство безгранично. Напоминаю всем тем, кто, возможно, еще не почувствовал на себе, дорогие друзья, пришла весна, пора любви и просто отличного настроения. И мы предлагаем один из вариантов того, как можно признаться кому-то в своих чувствах, ну или, по крайней мере, намекнуть. Наш СМС-чат уверен, если послать через него сообщение и выразить в нем все, что чувствуете, то это, по крайней мере, точно не останется незамеченным. Скажу больше, это увидит вся наша страна. А сделать это так просто. Надо всего лишь набрать сообщение и отправить его на короткий номер 123. И все. В течение короткого промежутка времени оно появится на ваших экранах. Но стоит помнить, что нецензурный и оскорбительный СМС в чат не попаду. А следующий наш сюжет, наверное, больше для мужской половины. Это еще почему? Следующий сюжет про шоппинг, так что он больше для женщин. Но он про интернет-шоппинг. Это когда не надо часами ходить по бутикам, а просто сидишь дома и все заказываешь при помощи компьютера и интернета. В нашей стране интернет-магазины появились совсем недавно. А вот во всем мире люди уже давно не утруждают себя, стоя в очередях. Ведь наш заказ будет доставлен прямо домой. Как же происходит этот интернет-шоппинг, расскажет Екатерина Алексеичук. Приобретая товар в магазине, у вас есть реальная возможность убедиться в его качестве и защитить свои потребительские права в соответствии с законом. А как быть тем, кто предпочитает онлайн-шоппинг? Ведь среди активных пользователей интернета в последнее время все больше тех, кто предпочитает дистанционные покупки. Александр – покупатель с опытом, но марафон по магазинам ему не по вкусу. Другое дело необъятные сетевые просторы, где он как рыба в воде. Интернет-покупками я занимаюсь уже почти год. Преимущество вижу в том, что не надо бегать по всем магазинам, по всему городу, искать что-то нужное. Зашел на сайт, нашел то, что надо, посмотрел, обсудил это на форуме и понял для себя, надо это тебе или нет. Из обсуждений на форуме вы легко можете судить о репутации интернет-магазина. Доверять можно и тому сайту, который имеет достаточно много платежных систем. А среди людской молвы на форуме бытуют только положительные характеристики. Прежде чем без опаски заказывать товары на кругленькую сумму, начните с мелочей. Это позволит убедиться в его надежности. Однако онлайн-шоппинг не так безобиден, и новичкам следует быть бдительными. Кибермошенники только и ждут, что вы оступитесь. Не пользуйтесь Wi-Fi-зоной для оплаты и вообще для ухода на свою личную страницу, так как к Wi-Fi есть доступ множество людей и вас могут забрать аккаунт. Лучше всего оплачивать покупки через свой домашний компьютер со своего интернета и чтобы никто не знал ваших данных. Также рискованно пользоваться оплатами разных различных операций с мобильного телефона, так как мобильный телефон взламывается гораздо проще, чем стационарный ПК. Для своей защиты можно еще устанавливать платные лицензионные антивирусы, которые помогут обезопасить ваши данные. Покупатель всегда прав. Этот закон в торговых отношениях сохраняется и здесь. Ваши права и гарантии оберегаются законом. А если вдруг товар оказался ненадлежащего качества, на наших потребителей распространяются гарантии действующего закона ПМР о защите прав потребителей и они имеют право на возврат товара, на обмен на аналогичный товар, на соразмерное уменьшение цены, на бесплатный ремонт, если это произошло в гарантийные сроки использования товара, ну и в конечном счете на расторжение договора купли-продажи и возвращение полной стоимости, уплаченной за товар. Лично у меня был один случай с часами, которые были повреждены во время доставки. Я связался с интернет-магазином, они сказали, что это вина почты, но они согласны возместить ущерб, дабы не потерять клиента. Не так давно наша команда приняла участие в автоквесте. Они выполняли задания кружа по всему городу. На прошлой неделе они занимали одну из лидирующих позиций, но все изменилось далеко не в лучшую сторону. Приключения не окончены, и, как говорится, все только начинается. Новые задания, которые надо выполнить, море положительных эмоций и адреналина. Так что узнаем в вести с полей. Как прошли новые этапы квеста и с какими трудностями столкнулась наша команда, узнаем из сюжета Александры Шипиловой. Как и обещали организаторы автоквеста, выходные действительно были жаркими. Основной темой воскресной мини-игры был день влюбленных. А что делают в этот день? Правильно, признаются в любви. Вот и участникам команд пришлось это сделать, правда, от имени парня, который сейчас находится в Москве. Но оказалось, что его девушка в любовь не верит, и, естественно, следующее задание она отдавала не просто так. Может, и зря, ведь участники команд так старались. А еще участникам квеста по одному из воскресных заданий пришлось пройти процедуру пилинга рук, причем всей командой, даже если в ней не было девушек. Отлично, отлично. Семь. Так, шесть. Заму. Семь. На СПА-процедуре воскресные задания не закончились. Организаторы квеста весьма оригинальны, и участников ждет новое приключение. На этот раз оно связано с украинским городом. Действительно, чем дальше, тем более интересные и сложные задания ожидают команды. А нас постигли неудачи, мы не нашли всех предметов из 90-х, и нашему признанию в любви Ирина не поверила. Но это еще не конец, может быть, нам еще удастся отыграться. Помните, как в детстве смотрели на кактус и не понимали, что это? Ведь если это растение, то где тогда листья и веточки? Интересно, что бы мы тогда подумали, узнав о существовании еще более странных растений? Например, драконово дерево. Название свое оно получило благодаря соку красного цвета, очень похожему на кровь. Средневековые ученые считали его наполовину растением, а наполовину животным. Какие же еще удивительные растения существуют на нашей Земле? Узнаем далее. Наша планета еще не до конца изучена. Это очевидный факт. И почти каждый день ученые находят новые виды насекомых, бактерий или растений. Некоторые из них просто поражают воображение. Например, это растение, похожее на щупальца, называется рукабудды. Несмотря на свой пугающий вид, на самом деле это вполне съедобный цитрус. И по вкусу он совсем как кожура лимона. В Китае и Японии он довольно популярен. Из него заваривают чай, делают мармелад, варенье и даже хранят в качестве талисмана. А это декоративное растение венерино-мухоловка. Такое название не случайно, ведь питается она гусеницами, насекомыми, различными слизнями и даже лягушками. Жертва, заползая на листья, раздражает чувствительные волоски этого растения. И они моментально закрываются. Через какое-то время венерино-мухоловка начинает выделять пищеварительный сок. А чтобы полностью переварить свою жертву, растению требуется около недели. В тропических лесах Индонезии обитает не менее интересная рафлезия. Это растение с самыми большими цветками в мире. Некоторые в диаметре достигают метра, а то и больше и весят около 11 килограммов. Внешне симпатичный цветок на самом деле паразит, который развивается на тканях другого растения, поэтому у него нет ни стебля, ни корней. А из-за отвратительного аромата цветки рафлезии опыляют обычные мухи. Еще более неприятным запахом славится аморфофалус гигантский, чьи цветки на втором месте по величине в мире, после рафлезии, конечно. Аромат этого растения обычно сравнивают с запахом испорченного мяса или тухлых яиц. В данном случае он тоже служит для привлечения насекомых, которые опыляют это растение. Самое удивительное то, что живет этот гигант около 40 лет, а расцветает всего несколько раз. И в завершении хочется представить самое чувствительное растение на Земле. Это мимоза пудика. По-другому стыдливая мимоза. Стоит к ней прикоснуться, как она тут же вянет. Правда, не навсегда. Это такой защитный рефлекс. Уже через несколько минут мимоза приходит в себя. Зачем именно она притворяется мертвой, ученые еще не выяснили. В мире еще очень много неизведанного. Почаще оглядывайтесь вокруг и, может быть, вы откроете какое-то новое растение. Ведь самое интересное всегда рядом. Ну вот и подошел к концу очередной выпуск нашей передачи. Мы уверены, что вы узнали много интересного и отлично провели время. Впереди у нас с вами отличный весенний день, который принесет только радость и положительные эмоции. Мы желаем вам хорошего настроения и хорошего дня. Оставайтесь с Первым Приднестровским. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok